Привет, дорогие друзья! Меня зовут Ника Ганич, я кулинарная телеведущая, гастрономический журналист и автор гастрономических гидов по странам и регионам. Это программа «Дежурный по кухне» на телеканале «Еда». Ника Ганич, телеведущая, журналист, почётный член Национальной гильдии «Шеф-поваров России», автор серии гастрономических путеводителей. Считает, что процесс приготовления еды – это концентрация любви в действии. Сегодня мы будем готовить блюда, которые я обнаружила в одном из ресторанов Южной русской кухни. В Москве это вареники с капустой и с грибами. А помогать мне будет замечательная актриса Вера Зощенко. Вера, заходите. Аплодисменты. Вера Зощенко. Наследство от прадеда получила прекрасное чувство юмора и знаменитую фамилию. Вера Зощенко отличается добродушием и весёлым нравом. Свои рассказы пишет шоколадной глазурью на вкуснейших кондитерских изделиях. Я очень рада вас видеть. Спасибо большое, что вы пришли. Итак, вареники. Как к вареникам? Я подготовилась прямо всё. Готов к труду, обороне и вареникам. Вот это наш человек. Итак, вот у нас капуста, вот у нас лук, вот у нас грибы-шампиньоны. Я предлагаю вам начать... Срезать лук, да? Нет, капусту. Сможете накрешенковать тонкую капусту? Тонко? Ну, не очень тонко, так средне. Я могу по-старо-французски, то есть это... Ну, как получится. Давайте начнем с маленького. Ну, а я займусь тестом. Тесто простое. Для него нам потребуется... Мы даже не будем, знаете, заморачиваться руками. Мы сегодня красивые, с Верой нарядные. Мы просто сделаем это в кухонном комбайне. Итак, так, отходим, Вера. Опасный момент, Вера. Опасный момент. Опасный момент, потому что мы с Верой надели красивое платье, а мука так летит, так летит. А они такие красивые, такие темно-синие. Итак, просеиваем муку. А вареники, я смотрю, у нас сегодня будут такие вегетарианские, да? Вареники бывают только из мясных. Я знаю хорошие вареники с печенкой и жареным луком. Я знаю только пельмень. Итак, мы просеяли муку, добавляем туда соль, добавляем туда растительное масло, добавляем одно яйцо и воду. Чуть-чуть подливаем воду и включаем кухонный комбайн. Пока работает комбайн, мы с Верой займемся нарезкой. У нас тесто уже практически готово, все замесилось. Надо его чуть-чуть дать ему отдохнуть, где-то 30 минут. А пока мы займемся начинкой. Да. Сейчас я закрою тряпочкой тесто. Сегодня я буду готовить на электрической варочной поверхности франке. Она оборудована сенсором. Для каждой конфорки предусмотрен отдельный таймер. По истечении установленного времени раздается звуковой сигнал, и конфорка отключается. Кроме того, конфорки этой модели имеют зону расширения, то есть вы можете увеличить зону нагрева, подстроив ее под размеры посуды. Варочная панель франки имеет индикаторы остаточного тепла и 9 уровней мощности. И еще один плюс. Здесь есть блокировка от детей и защита от перегрева. Итак, сейчас я буду обжаривать капусту, грибы и лук для фарша. Но я хочу поговорить все-таки с вами про ваши семейные установки. Что готовят на воскресные обеды в семье? Я не могу сказать, что у нас сейчас есть какое-то что-то особенное. У нас, в общем-то, ну, сами понимаете, ритм жизни такой сейчас складывается, что не так уж дома питаемся. Ну, и остались такие самые, но это не из Ощенковской половины, а с другой части моего древа фамильного. Остались рецепт сладкие жареные макароны. Боже ты мой! Да? Это как это? Макароны. Ну, отвариваются, понятно. А дальше топится много-много-много сливочного масла. На раскаленную сковородку они туда отбрасываются с дуршлага. Они шипят, брызгаются. Ну, понятно, потом вы моете все варочной поверхности. И вот как только они схватились, они же у вас уже подсолененькие, потому что их, естественно, варили в подсоленой воде, вы их так вот немножечко, вот чуть-чуть так, полторы ложечки где-то сахара вот так, и вот так быстренько крутите, 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 они как бы как карамелизуются. Слушайте, вот сейчас сказала... Захотела. Захотела. Ничего, сейчас уже будут углеводы, мы готовим вареники. Я добавила очень много подсолнечного масла, растительного масла. Итак, выкладываем капусту. Капусту выкладываем. А у вас есть какое-то любимое, прямо такое вот, не знаю, культовое, семейное, чтобы вот такое ваше? Пельмени. Я родом из центра России, из Вятки. Эх, вы какая китая. Поэтому, да, она шла с лету ехала из города в Москву, поэтому я практически москвичка вообще-то, но родина моя Вятка. В России очень любят пельмени. Да. Разница в лепке пельмени. Сибирь делает такую длинную колбаску и раскатывает сочни отдельно. А Вятка у нас и при Дурале делает вот такой, как мы сейчас сегодня будем с вами раскатывать вареники, раскатывает большой-большой пласт, а потом вырубает. Из него выгрызает. А вы готовите какие-нибудь вареники, пельмени, что-то готовите дома? Нет, я не могу сказать. Несмотря на то, что я сама стремлюсь к форме идеальной, шарообразной, в общем-то, можно счесть меня пельмешкой. Ага. Вера, с юмором. Хотя логично, каннибализмом я не занимаюсь. Пельмешки пельмешек не едят. Я хочу, поскольку мы очень много капусты с вами заготовили, как будто мы собираемся его солить. И лука не меньше. Нет, лук уйдет у нас на соус, потому что вареники подаются с жареным луком. А с жареного лука должно быть много масла и много лука. То есть мы их приготовим, выложим в варелку, а сверху вот этой вот... Вот это у меня есть некоторые гилти-плэжа, луковый мармелад. Да. Французский луковый мармелад. А если еще взять к нему и добавить несколько капелек мармелада из красного вина и специи, и вот на тостик горяченький, свеженький, тоненьким-тоненьким таким слоем, паштетик любой, какой есть, и вот такими капельками распределить луковый мармелад и вот мармелад из красного вина. Да, это вы прямо сочно-расмачно так рассказываете. Вот так видите, сколько мы лука взяли всего? Ну, что поделать. У русских писателей, как вы знаете, любовь к еде, к рассказам про еду, к описаниям еды. И помните, прекрасно выложил блин, разложил на нем, и вот это, и вот то, и тут промазал, и тут икорки, и тут рыбку, и вот это. Налил рюмочку запотевшую, крякнул, выпил, закусил, и тут его хватило публиксический удар. Господи, это вы мне. Русская классика, господа, что поделать? Итак, мы обжариваем, тушим, точнее, капустку с луком. Мы добавили сливочное масло, чтобы был немножко какой-то карамельный цвет. Чуть-чуть должны подождать, когда у нас это закарамелизируется. Чуть-чуть коричневый цвет. А сколько нам нужно тесту дать? Минут 30. Нам нужно, Вера, нарезать сейчас грибы еще, потому что сюда у нас пойдут грибы, и я хочу их сейчас обжарить. Нужно, смотрите, история такая, поскольку вы очень крупно нарезали капусту, поэтому можете не стесняться, но крупно, потому что это в варенике, она должна быть чуть-чуть помельче. Дорогие друзья, это нужно помнить. Чуть-чуть помельче, чуть потоньше, поэтому мы потушим ее подольше. Давайте хозяйским глазом проверим, размер больше, меньше. Ну, конечно, нужно было меньше, но теперь уже ничего не меняем, делаем так. Так, сегодня, пока мы готовим, задумалась, с кем бы вообще вот хотелось. Знаете, есть вопрос, с кем бы вы поужинали, но поужинали-то вы уже пришли и съели то, что уже готово. Конечно. Вот с кем бы вам хотелось именно вот поесть-то бог с ним. А, с кем бы из этого? Да, с кем бы вы хотели бы приготовить? Ну, не знаю, может быть, с капкой. Вот я бы, например, с прадедушкой с удовольствием ничего бы не... Да, это интересная история. Да, это очень интересно. Мне было бы интересно с ним и поготовить, и что получится. Пообщаться, и поговорить, и расспросить, может быть, о чем-нибудь, да? Да, знаете, он же все-таки для меня в очень большой степени нравственный ориентир в нашей семье. Все-таки он русский офицер, и русский, и советский, и все-таки, ну, все знают о его судьбе, о указах 46-го года, и все-таки переносить это с достоинством. Да, да, да. И взлеты, и падения, то есть не только, но все, успех тоже, да, да. Это очень серьезная история, это тоже испытание на пути. Итак, я сейчас хочу, вы знаете, что сделать? Я хочу отдельно чуть-чуть обжарить грибы, а потом вмешать их сюда, потому что капуста вот принимает такой уже, наконец, пошел цвет, дает это сливочное масло. Поэтому капусту для вареников обжаривайте на смеси растительного и сливочного. Капуста должна быть мягкой. С кем бы хотелось поготовить? Да, вот вам с кем бы. Ну, просто, ну, прадедушка это такой довольно очевидный, это понятно, что называется первый круг банальности. Там есть еще у какой-то моей субличности что-нибудь на вроде там кавки, наверное. Ну, это такая питерская выпендрежная. Итак, мы, смотрите, сейчас снова смешиваем два вида масла. И забираю у вас грибы. Вот Дюма, кстати. Вы же знаете... У него кулинарный большой словарь, вы имеете в виду? Да. Ну, и поездки его по России, вот эти все, наверное. О, боже мой. Мне кажется, что с великими едоками было бы тоже очень интересно, кто разбирается. Вы знаете, я вам хочу такую вещь сказать. Поскольку я долго работаю на телевидении, я делала очень много интервью. И люди, с которыми я делала интервью, это все люди были очень известные, очень известные. И с одними людьми я прям стремилась познакомиться и не подружиться, поговорить. Мне было очень интересно общаться. Прикосноваться. Как человек пришел к такому, да. Но я разочаровываюсь. А наоборот, люди, от которых ты ничего не ждешь, известные, у меня не вызывали как бы такого пристального интереса, вдруг открывали совершенно с другой стороны. Поэтому у меня есть такое правило, не разведи себе кумира, не сотвори себе кумира. И не иди брать интервью и не знакомься с тем, кто тебе крайне дорог и очень сильно нравится. Жалко разочаровываться. Ну, пусть живет в твоем представлении, да. Посмотрите, грибочки должны вот так обжариться у нас. Вот, правильный цвет грибов. Итак, вот теперь я смешиваю обжаренные грибы, добавляю сюда. И обжариваем, жженим весь фарш. И сейчас вот мы перемешали и добавим сюда томатную пасту и дадим еще протушиться. А здесь мы сейчас начнем обжаривать лук для нашего финального соуса. Так, это есть. Это не надо. Чем сейчас еще могу помочь? Сейчас нужно убрать вот то, что мне нужно. Нам нужно расчистить поверхность для того, чтобы раскатать тесто для вареников. На самом деле, конечно, есть два способа. И нормальные люди делают вареники, как бы скатывая колбаску. Но я привыкла, как пельмени, делать вареники, раскатывая большой. Ну да, для меня это даже скорее удивительно. Как-то больше привыкли из пластов. Ну или вот у нас, у меня дома в детстве пельменица такая вот была, да? Пельменица была, да? Серьезно? Да. Делали так пельменица? Да, где-то недавно даже при переезде где-то, я помню, на меня натыкалась, да. Очень мне просто захватывало в детстве этот процесс, когда кладешь вот так. Кстати, я, знаете, еще хотела спросить. А вот вы помните свое первое блюдо, когда вот вы первый раз вот сама что-то... Просто я вот да. Расскажите. Я не помню. Какая хитрая сначала. Не помню. Я первая спросила. Я честно не помню. Я помню. Мне было где-то года четыре, наверное. Но я, как видите, концептуальный персонаж уже, видимо, с самого начала. Мне хотелось, родители должны были вернуться домой. Я одна, я отчаянно скучала. Я переслушала все пластинки. Думала, чем бы еще заняться. И такой, да, взрослый, самостоятельный детеныш прямо с детства. И, ну, годы были еще, то есть, если мне четыре, значит, это где-то 87-88 год. И, ну, еды не сильно много. Значит, я решила сделать родителям салат. Значит, ну, из того, что нашла, из того, что могла. Из кильки, которую я просто как раз только-только у мамы научилась потрошить. Я видела, как она это делает, вырывала вот это самое. Значит, поэтому это я уже знаю. Вот. Ну, и апельсинов. И апельсинов? Килька и апельсины? Да, потому что их я тоже научилась в этот момент не очень, не так давно чистить. Ну, и там не сильно еще... А сколько, сколько было лет? Четыре. Вау. Там не сильно еще дома кто-то, конечно, еще и другие продукты были. Ну, там были, которые мне не очень понятны. Мука там, ну, то есть, что с ними делать не ясно. Вот. Ну, и так как я поняла, что сам по себе горка, она как-то из кусковки. И апельсинов. Ну, в общем, на салат не очень тянет. Я решила, что надо брать оформление. Правильно. Самое главное – пижунская подача. Я тоже так считаю. Видите, во мне, наверное, с тех пор я не очень люблю кухню от кутюр. У меня, видимо, латентный во мне где-то погиб такой... Шоу-повар. Да, 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 да. Шоу-повар высокой кухни. Значит, я решила следующее, что, опять-таки, тоже к тому моменту сравнительно недавно я выучила часы. Потому что, значит, как ждать родителей, где... В общем, я из килек стала выкладывать цифербург. Из килек стали выкладывать цифербург? Где? На полу? Из чищенных. Почему? На тарелке, по краю. Все как положено. В общем, я выложила циферблат. Ну, да, на все не хватило, поэтому, значит... И по центру вот апельсин. По центру кильки апельсинов? Горка, да, из килек и апельсинов. Вот. Ну, в принципе, я думаю, что все сейчас могут представить себе... Восторженные глаза моих родителей. Что они сказали? Ну, как вам сказать, 87-й год, и так мне очень много. Не могу сказать, что они были в восторге от переведенных продуктов, тем более апельсинов. СМЕХ Ну, на самом деле, если они не ругались сильно, то это уже очень хорошо. Да, они старались держать лицо. Если я правильно понимаю, у нас, в принципе, начинка готова, можем сдвигаться, да? Да, начинка готова, она практически остыла. Я дожариваю лук, это лук для подачи. На самом деле, лук, конечно, должен по правилам, вот для подачи вареников, обжарен такими полукольцами, даже такие темно-коричневые, много масла, много этого лука. Но мы нарезали его так вот мелко. В принципе, тут тоже много масла, лук уже стал коричневым. И это сверху мы... Вот такой деревенский больше вариант, да, получил? Можно сказать так. Итак, я сдвигаю в сторону, и луку даю чуть-чуть остыть. Выключаю варочную панель, подпыляем мукой поверхность. Ну что? Как наш колобок? Колобок наш хорошо. Осторожно. Выкладываем. Переходим к самому таинству, да? К самому такому вот эзотерическому, можно сказать, метафизическому действу. Женщина, женские руки и тесто. Вера, вы романтик. Так, я как-то упрощенно смотрю на вещи. Более упрощенно. Итак, вот у нас какое красивое... Посмотрите, оно уже сложилось. Мы его разрежем пополам. Я тоже. Оно уже очень упругое. Смотрите, как хорошо оно у нас постояло. Я поток. Угу. И я предлагаю раскатать его, разрезав его вот так вот. Это мы положим сюда. Закроем полотенцем еще. На следующую партию. А это тесто я предлагаю все-таки раскатать. Угу. Так, где наша скалка? Вот она. Ну что, Вера, делали ли вы вареники? Вареники, ну, реже, чем пельмени, потому что, да, как вы понимаете, я как дитя еще заставшие 90-е, вот эти пельменные вечеринки, когда вот вы садитесь... Серьезно? Вы делали это, да? Все наскребли, как Пау Генри, помните? Да. Один принес муку, другой масло, третий, значит, фарш, там что-то еще. И, значит, вот вы всем кагалам садитесь, делаете вот, ну, то, что примерно вы сейчас и делаете. Раскатываем тесто, закладываем туда эту начинку, варим. И вот тоже вот с шумовочкой достали сразу. Таким, ну, давай, 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 по первой там вот эту самую рюмочку хлобысь, и, значит, и снова, и новую партию. Потому что там, как правило, естественно, попарит пельмешек на... Серьезно? Ну, если вас там человек 8-10 сидит, так я вас умоляю, сколько там получилось. Ну, зато не все вопреки, но бывает и благодаря, вот, благодаря безденежу, за то, как общались, и интернета не было. Ера, у меня знаете, какой вопрос? А как вы стали актрисой? Как вы решили вообще? Почему вы стали актрисой? Как я дошла до жизни такой? Нет, ну нет, почему? Это же какой-то особый путь, люди такие, особые актеры. Я не знаю, как вам ответить на этот вопрос, не пытаясь его винуть, потому что, в общем-то, мой подвешенный язык, манера разговаривать, вести себя и интересы, как-то так складывалось, что это единственная точка применения, где можно было бы заниматься одновременно, бежать во все стороны сразу. Серьезно? А что послужило? Может быть, какой-то спектакль, фильм? Да нет, нет, это тот случай, когда, я точно, никто из нас не скажет вам момент, просто все были в курсе, что после Веры пойдет в театралку. Ну, то есть, понятно, в театралку, как я, какие еще были варианты. Солнце светит, Вера в театралку. Ах, вот как. Так, Вера, теперь смотри, что нужно сделать. Теперь нужно одну досочку взять, подпылить ее мукой. На нее мы сейчас будем выкладывать готовые вареники. Я хочу сказать, что нам нужно поставить воду, уже кипятится. Мы двигаемся к финишной прямой. Так, секунду, подпылю. Толщина у нас теста примерно 2 миллиметра. Тесто отличный рецепт, ребята, просто супер. Посмотрите, какое оно гладкое, нежное. Да, не прилипает совсем, как хорошо. Не прилипает, хорошо вымешанное. Я попробую сейчас вырубить. Они не острые, эта форма не острая, поэтому тяжело вырубается. Ну что, Вера, давайте. Умеете липить? Ну, кажется, то, что да. Мы, наверное, немножечко вот так его разминаем. И кладем сюда начиночку, да? Так. Ставим уже воду, Вера. Так хочется вареников. Да, начиночка пахнет аппетитно, вареничков действительно уже хочется. Кстати, вот у меня все-таки в голове, я поняла, что вареники, это все-таки в первую очередь, конечно, сладкие. Вот вишня, творог, вот такой. Хотя в свое время в Одессе я ела с жареными мидиями, луком и с чем-то... А, с рапанами, с рапанами. Самые вкусные вареники, которые это с картошкой и печенкой и жареным луком. Вот эти три. Это, причем всего попополам, картофельного пюре. Так, у меня вопрос пока. Значит, вот немножко я его разминаю. Я беру начиночку сюда кладу. Сейчас покажу. Сейчас закрою, чтобы у меня ничего не засохло. Да, тесло очень быстро. Так, показываю. Берем ложка маленькая, чтобы грибочек и капустка, и лучок в серединку кладем немножко. Дальше серединку вот так вот, хоп, слепляем в центре. Дальше по краям идем, прищипываем очень сильно, вот прямо так пальцем. Вот так вот. Вот такой у нас получился вареник. Но это не все. Мы плетем косичку. Это делается очень просто. Вот так вот. Опа. И вот так вот мы, Вера, даю вам еще. Так, покажите еще раз косичку. Я все, вот я так старалась со своим, что все пропустила. Сейчас. У меня такой вот как-то получается не очень пока симпатичный. Главное, чтобы они все. Как динозаврик. Вода закипела. Ее нужно посолить. Ну вот в первом я тут пожадничала немножко, цепанула много, поэтому у меня вот он... Я много положила. Я сказал, истекает начиночным соком. Главное сделать вот этот первый. Дальше мы пальчиком хоп, хоп. Вот так вот. Залепляем. Вот тут у нас все торчит. Но мы аккуратненько вытягиваем края, стараясь не испачкать вареничек. Хотя он отмоется у нас в горячей воде. Сос, чтобы там остался. Ой, как капает смачно. Вот это самое вкусное. Сами-цими-сами смачно. Да, когда внутри вареника вот этот сок, маслице и так далее. Вот. Такой как бы лопух, да? Но мы его выравниваем. Тесто очень пластичное. И вот косичку, смотрите, берем как раз. А, косичку мы потом делаем. Все, поняла. Косичку потом, да. Поэтому важно вот эту. Ага. Ну вот, видите, тут зато в готовке сразу становится понятно, кто в детстве на лепку в кружки ходил. Просто моя свекровь научила меня готовить очень хорошо вареники. По-моему, мне кажется, сразу видно, что Верочка не на лепку ходила, а на бильярд. Прекрасно, Вера. Вера, надо вот, чтобы это вот ничего не расклеилось. Вот это нужно прямо... Вот я пыталась. Можно не класть томатную пасту, но не будет так вкусно. Потому что, на самом деле, вареники не обязательно должны быть с томатной пастой. Это уже такой вариант. Ну и как? Ну, так. Нормально, Вера. Прекрасно. Полет нормальный, Вера. Вот так вот. Много-много. Вот смотрите, чтобы ничего не расклеилось в процессе. И самое главное, хоп, мы как бы подворачиваем. Ну, не всегда идем. Так, у меня кончились заготовки. Сейчас даю. А, давайте я буду, кстати, давайте меня... Давайте. Вот это я люблю. Я же папина дочка. Вера, принеси стаминску. Вера, принеси стаминску? Вера, подержи провод. Итак, вареники классические. С чем они могут быть? Прежде всего, конечно же, с картошкой. Картофельным пюре. А я думала, с вишней. С вишней, сладкие вареники. С творогом сладкие вареники. С яблоками сладкие вареники. Дальше у нас идет картофельное пюре и жареный лук. И жареный лук, да. Пополам. Это очень вкусно, бюджетно и презентательно. Дальше у нас, моя любимая, с печенкой и жареным луком. Вода у нас кипит. На самом деле, у нас тут порции... Сейчас нам нужно сделать еще парочку. На порцию это пять вареников. Вот так в ресторанах подается. Бывают вареники, например, с репой? Я не встречалась с репой. Все, Вера, давайте потихоньку солите воду. Берите ложку. Солите воду примерно пол чайной ложки. Так, посмотрите, вот такие у нас вареники получились. Два бравых верины. Такие прям серьезные вареники. А вот еще косичка верина, какая красивая. Обычно говорят, фирма веников не вяжет, но вот мы вареников не лепим. Мы лепим вольнюхи. Все посолили, да? Да. Итак, забрасываем вареники. Дело важное. Первый пошел. Первый пошел, да? Ну, давайте. Варить вареники после всплытия нужно не больше трех-четырех минут. Тык, тык, тык. Ой, красота, Вера. Давайте накрывайте стол, берите тарелки. Это мы можем. Это веринок вареники. Красивые такие. Тесто подсыхает. Ну что, Вера с детства любила Булгакова. Все логично. Там персонаж был такой варенуха. Ну, вот не совсем у меня вареники. Прекрасные вареники. Вера, я наоборот хочу сказать, что у вас получились прекрасные вареники. Итак, нам осталось дождаться, когда закипит вода. Закипят вареники. Они всплывут. После этого пройдет три минуты, и мы подаем вареники вместе с луковой обжаркой к столу. Итак, вареники закипели. И уже кипят больше трех минут. Поэтому мы готовы. Мы готовы. Главное, пижонская подача, как мы уже завершили. Сейчас мы сделаем очень красиво все. Это мой. Прекрасный вареник, Вера. Это просто изумительный вареник. Узнаю его и без грима. И без грима. Красивенькие. Ну уж пижонские подачи в варениках. Я даже, честно, плохо себе представляю, как это. Пижонская подача в варениках? Да, уж тут-то уж что. Сверху положить самые красивые. Смотрите, дальше что мы делаем. Мы берем ложечку и берем много жареного лука. Много-много-много лука. Да, и кладем сверху. Прям вот так вот. Ах. Красота. Так, следующее. И вкуснота. Блюдо. Меняемся. Это много. И переворачиваем. Они все всплыли у нас, но они почему-то, интересно, варятся вниз косичкой. Смешно. Какой-то гравитационный закон у вареников существует свой. Ну, раз есть закон бутерброда, почему бы не быть закона вареников? Точно. И крайний вареник. Так, кладем лук. Ну вот всегда же, да, вот сколько не нарежешь, вот лука много не бывает. Не бывает. Ну что ж, пробуем. Ну что, Вера, вперед? Да. Конечно, вареники ножом и вилкой есть, это, конечно, неправильная история, потому что оттуда вытечет весь сок. Но мы же были. Нет, а я тогда буду, да. Я сейчас, я подумала. Я сейчас вот, но сегодня я была мудра. А я сегодня буду хитра. Сделаю вот так. Айда, я молодец какая. Шикарное блюдо. Айда, Ника, Айда, молодец. Мы молодцы, Вера. Вера и Ника. Это очень вкусное блюдо, да. Замечательный грандем. Вера. Ника. Итак, дорогие друзья, это была программа «Дежурный по кухне». Меня зовут Ника Ганич, а в гостях у меня сегодня была Вера Зощенко. Вера, огромное спасибо, что вы пришли. Ника, благодарю вас за приглашение. У вас, как всегда, и вкусная, и сытная, и духовная пища. И поговорили. Ну, и вареники. Выше всяких похвал. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Скоро увидимся. Счастливо и пока.